Что такое стартап? Стартап в переводе с английского означает запускать. Лучший вид стартапа, когда его создатель закладывает в проект собственное увлечение и не имеет цели как можно быстрее извлечь прибыль. Мы расскажем об успешных стартапах школьников, которые благодаря своей деятельности смогли реализовать собственные проекты. Знакомьтесь, Ирина Мячина. Спортсменка увлекается биатлоном со второго класса. Ученица из гимназии в свои 14 лет выиграла грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию проекта первого фестиваля семейного биатлона. Воспитанница спортивной школы имени Ахатовой стала самой молодой победительницей конкурса ямальских молодежных инициатив 2020 года. Я не ожидала, потому что мне предложили. Я просто подумала, почему бы и нет. От меня много чего в принципе не зависит. Я просто, ну, интересно. Я в этом разбираюсь. Мне биатлон очень симпатичен. Вот. И просто я с таким спокойствием сначала была. А потом, когда сказали, что победитель, я сразу так, я. Ну, изначально проводила Юлия Макарова свой фестиваль, и я в нем участвовала. Я наблюдала, как родители поддерживали, пытались как-то подсказать. У меня тогда неудачная гонка была, там, с оружием проблемы были, вот. И моя мама пришла из-за того, что я все расстроена, начинаю на нее кричать. Она пришла меня просто поддержать. Потом она пыталась мне рассказать, как что, как справиться со своим состоянием во время гонки, после гонки. И я подумала, что была бы хорошая идея, если бы они тоже попробовали на себе бы пробежаться, воспользоваться своими же советами. Подготовка к реализации проекта первого этапа фестиваля заняла три месяца. Ира лично присутствовала на всех тренировках, чтобы помочь семьям освоить азы биатлона. И даже сама вместе с мамой принимала участие в фестивале. Я прибежала первая, отстреляла, все хорошо. Я передаю эстафету, кричу маме, мама стоит с полками, не знает, что делать. Отстрелялась, потом идет себе, гуляет. Потом мне сказали на финише, что вообще ее потеряли, она там где-то заблудилась, хотя дистанция маленькая. Ее просто не увидели, как она финишировала. Я как-то расстроилась, что она последняя, но я не ожидала, что она там резко станет чемпионом и прибежит первой. В городском округе за эти два года ее проект уже у всех на слуху. Фестиваль семейного биатлона стал масштабным событием для Лабытнанги. В нем третий раз подряд принимают участие 40 семей. Мне интересно смотреть, я все знаю, и это смешно даже наблюдать, когда родители бегут, потому что я знаю технику, я вижу это, что они там могут сделать неправильно, а говорили, что все знают. Из-за того, что я много всего знаю, всяких мелочей и наблюдаю над этим, это забавно. Юная биатлонистка точно уверена, что ее проект будет продолжаться, ведь это уже традиционное ежегодное событие, ставшее для семей биатлонным праздником. Ко мне люди приходили, даже сейчас я могу идти по городу, и меня кто-то узнает, чей-то родитель подходит ко мне, может пожать мне руку, обнять, сказать, что это очень классный проект, что много у них позитивных эмоций. От этого у меня тоже появляются позитивные эмоции. Следующая история успешного стартапа, возможно, станет для кого-то толчком для карьерного роста и популярности в музыкальной сфере. Сейчас эта индустрия диктует свои условия. Популярным жанром на данный момент считается рэп. Попасть на строчки в топы мечтают многие, как и два лабытнанских молодых человека, которые уже состоят в лейбле и выпускают песни и фиты с коллаборациями на F1 Records. Ярослав Шульгин, которого все привыкли называть как Рики Лолли и Георгий Рудницкий под псевдонимом Landred, занимаются любимым делом, записывая собственные песни и биты с прошлого года. 13-летний парень Ярослав Шульгин связался с Иваном Кротовым, фингстер из Ёжкоролы. С этого момента ребята начали свое продвижение на лейбле. Георгий Рудницкий и Ярослав Шульгин вместе записываются на домашней студии звукозаписи у Ярослава, создавая треки. Битмейкерством занимается Landred, продюсированием и маркетингом Рики Лолли. Из творчества я занимался именно музыкой. И то, как меня замотивировал как раз и Ярик, утируя Рики Лолли. Это произошло то, что мы просто играли на площадке, и он такой, слушай, а давай занимаемся музыкой. Я говорю, ну тогда давай я буду битмейкером. И тогда вот начинается вся история. Он приходит ко мне, мы там делаем биты. Треки еще не начали тогда делать, только делали биты, учились. Но получалось откровенно, как-то плоховато. Landred развивается в своем направлении. Делает биты хайпер-поп и другие стили. Но, как и у любого творческого человека, есть этап, когда хочется все бросить. Ярослав Рики Лолли поддерживает своего музыкального брата на творческом поприще. Ну и произошло то, что я начала развиваться в битмейкерстве. Но потом я просто говорил, давай отдохнем от музыки. А он не прекращал. И получилось так, что теперь я тут нахожусь, рядом с микрофоном. Просто записываем, просто живем, просто развиваемся. Мы, самоучки, довольно редко смотрим видео. Ну только если вообще ничего непонятного, ничего не получается. Рики Лолли хочет стать не только рэпером, но и продюсером. Две недели назад нам представили новую песню Landred'а, полностью спродюсированную Рики Лолли. Это песня вот этого человека. Сольная песня. Сольная, рассольная. Хорошая сольная песня. Да. Ярослав Шульгин даже выпустил свой первый клип на песню Butterfly, который тоже спродюсировал сам. У меня первый клип должен был вообще выйти там еще в начале прошлого года. Не в начале, а в осенью, в сентябре, в октябре. Он вообще не получился. Мы его там записывали, записывали, ничего не вышло. Это второй клип, вторая работа. Но я на нее никак просто попробовать себя захотел. Это прям не супер большая моя работа. Я вот хочу прям сделать очень крупный клип. Прям вот именно в сложении, просто нулевым, но максимально, чтобы он классно получился. Ну потому что я не смогу много денег на это потратить. И вот это прям должна быть хорошая очень работа, как я думаю. Рики Лолли занимается целенаправленной музыкой всего лишь год, но уже имеет успех у лабытнанцев. С прошлого года, с прошлой весны вот это началось. Как-то все знали, знали, знали. А вот потом он что-то подшучивал, что-то еще. Но сейчас просто все прям как-то... Тоже вот сейчас идет такой период, когда все люди об этом начинают узнавать в городе. И вот просто вот идешь по улице, и тебе там в спину кричат «Рики Лоли». Это у меня было несколько раз. По школе иду. Там кто-то, старшеклассники, просто говорят там что-то. Ну там «Рики Лоли», «Ой, это ты». Следующая героиня нашего выпуска Владлена Походяева – дизайнер-модельер. На ее счету порядка 20 дизайнерских вещей под собственным брендом «Клифф». Любимое занятие стало приносить прибыль, когда Влада с 10 класса начала продавать вещи под собственным брендом в социальных сетях. Она делает эскизы и шьет вещи сама. Представляю вам свой проект «Корсаж Телит Кажол». Все началось с идеи. Я решила изготовить широкий пояс, который будет гармонично сочетаться с платьем и другими вещами гардероба. А в работе использовать приемы кастомайзинга. Для этого я нарисовала эскизы, выбрала подходящий вариант и делала расчеты черчож основной детали корсажа. После этого я приступила к изготовлению пояса. Старшеклассница даже приносила свою одежду на примерку в школу. Девочкам очень понравились оригинальные вещи. Путь Влады в искусство дизайна начался еще во втором классе. Художественная школа дала знания для реализации успешного стартапа. Кстати, картины тоже подписывает псевдонимом Клифф, чтобы люди понимали, чей это почерк. Ну, в художественную школу со второго класса я пошла. А также, и вот это как-то все продолжалось. Потом еще с Натальей Юрьевной, это ученица технологии, мы пошли на Олимпиаду. Вот, и так все завертелось, что начала шить. Когда нужно было делать проекты на Олимпиаду, нужно было что-то придумывать. Вот, иногда идею подкидывала ученица технологии, иногда уже я сама что-то думала. Вот, но так это все плавно переходило из значков, из пластика к одежде. И вот как-то в девятом классе, наверное, это вот началось, что я именно начала уже шить нормально. А расскажи поподробнее вот про вещи. У тебя здесь вещи, ты пришла? Так, ну, вот это шоппер. И вы показываете? Да, давай, давай, покажи. Это шоппер. Как раз в год экологии очень актуально. С двух сторон, да. Это ты сама? Да, это перманентный маркер. Я не знаю, сколько там можно делать и как. Маркером рисовала? Да. Вот это вот все? Да. Ух ты, я думала, это просто, знаешь, шепринт такой. Не-не-не, ткани. Круто. Ткань вот такого. А это бабочки. Не у нас. Это получается... А, ты его сама шила из ткани? Да. Пакет? Да. А потом уже занялась именно... Да, разрисовкой. Разрисовкой. Здорово. И сколько у тебя по времени? Ну, шоппер быстро шьется. И рисунки... Если есть идея, тоже быстро все находится. Как у тебя идея пришла в голову создания шоппера? Да, надо шоппера. Надо. Вместо пакетов. Экологично? Да, экологично, дешево и практично. Пиджак. Ну, пиджак... Это вообще что-то оригинальное, потому что такое, мне кажется, нигде не найти. Это эксклюзив. Ну, да. Вот эта вот ткань, которая серенькая, она с бабушкиной рубашки. Ну, мне часто вещи отдают. Сердце? Сердце, да. Это этот... Ну, значок. Сердце и самолёт, ты любишь путешествия? Самолёт мне дали... Ну, в самолёте значок. Я его не покупала. А, просто прилепила сюда? Да, да, да. Прилепила, да, и всё. Чтобы создать вещь, нужно... Ткань... От бабушкиной рубашки. Значок с самолёта. И придумать сердце. Всё. И всё, да. И красивые пуговички. А пуговички с магазина? Нет, вроде с маминого пальто. И с маминого пальто. На тебя будут смотреть в школьнике младшего возраста. Что бы ты им пожелала? То есть некоторые, допустим, не могут найти себя. Или вот нашли любимое дело, но боятся там огласки, боятся, что там кому-то что-то не понравится. Что бы ты им посоветовал? Так, но это разные ситуации. Если именно человек не знает, чего хочет, тогда пусть ищет. Лучше пробовать и потом переставать с этим делать, чем вообще ничего не делать. Если человек нашёл себя, но он боится огласки, просто не бойтесь, просто делайте. Всё будет хорошо. Наверное, просто любить своё дело, ну, знать, чего ты хочешь. Потому что, ну, вот, я просто занимаюсь, люблю это. Ну, я же не знала, что вот мне предложат такое. Ну, просто заниматься своим делом. Ребята, просто поймите одну, вот, очень важную вещь в вашей жизни. Пока вы сидите, ничего не делаете, ничего не можете с собой реализовать. Себя, вот, просто вы даже элементарно учиться в школе не можете. Нормально и говорите мне то, что я бездарность. Ладно, окей, оценки не очень решают жизнь. То есть какой ты человек, но вы же просто, можно сказать, теряете свою молодость. Вы ничего вот не делаете с этим, сидите просто мне, говорите мне что-то в лицо, вот эти гадости. Ребята, займитесь с собой, следите за другими людьми. Лучше своей жизнью занимайтесь и думайте, вот, как вы там, преуспеете в чём-то в своих успехах. Потому что это, вот, то, что вы мне говорите, это же не особо повлияет на мою жизнь. Я не перестану музыкой заниматься. Можно ли в 12-13 лет создать свою команду, сделать студию и заниматься продюсированием и маркетингом одновременно? В 14 лет стать самой молодой участницей ямальских молодёжных инициатив и выиграть 200 тысяч рублей на реализацию проекта первого семейного фестиваля по биатлону в городе Лабытнанге. А в 17 лет стать дизайнером-модельером продавать вещи, сделанные своими руками, имея при этом собственный бренд. В этом мире всё возможно, если приложить максимум усилий для реализации успешного стартапа. Субтитры создавал DimaTorzok